40 утренних намазов без пропуска. Таким образом, отличились дети из Кизилюртовского района. Накануне они посетили муфтия Дагестана шейха Ахмада Афанди. Встреча состоялась в конференц-зале духовенства республики. Подробнее в сюжете Хамзанур Магомедов. На встречу с муфтием Дагестана приехали дети из села Сутан Янгиюрта Кизилюртовского района. Они в течение 40 дней посещали мечеть в своем населенном пункте и совершали утренний намаз вместе с имамом. Среди них ребята школьного возраста и даже младше. Когда я просыпался, я был не такой доволен. Потом, когда несколько дней сел, я привык туда ходить. И был такой счастливый. Раньше, когда я просыпался, или в школу, или куда-то рано нужно было идти, ну, сон не был, сложно было просыпаться, холодно было, ну, не привык. И сейчас, когда просыпаюсь на утренний намаз, и хорошо просыпаться тоже, и уже привычное состояние уже. В мечети тоже хорошая была обстановка, много детей приходило. Маленькая мечеть была, квартальная, туда много детей приходило тоже. И разорвали по несколько сразу сладостей, и выбор тоже был. Вы отличаетесь тем, что вы первый. Даже если с других населённых пунктов по тысяче будут ходить, всё равно вы первый. Акбир! Акбир! Это у вас никто не отнимет. Духовный лидер республики поблагодарил родителей и отметил важную роль в воспитании ребёнка. Со своей стороны, матерям детей, в качестве признательности за их труд, Муфтий подарил пять путёвок на святые земли Мекки и Медины. Пять умра, которые я вам хочу дарить, это только если будет женщина. А мужчины пусть как хотят добираются туда. Это просто знак уважения, знак признательности. Услышав о начале конкурса, я так как ребёнок маленький, ему всего пять лет, он у нас не ходил с первого дня. Но взяв его один раз, второй раз, он очень легко вставал на намаз, и ему это понравилось. Потому что утром там раздавали сладости для детей, его это замотивировало, и он уже не пропускает, у нас 40 дней он ходил. Дети, которые каждый день ходят на намаз, они общаются, они между собой, они следят. Они вот после намаза, они сразу брали этот листок, чтобы отметить, кто есть, кого нет. Если кого-то нет, они сразу, наверное, он болеет, интересовались, почему этот именно мальчик не пришёл на намаз. Конечно, у них и общение, и вокруг имама, вокруг мечети. То есть, один сплошной позитив. В ходе встречи шейх Ахмад Афанди также обратил внимание на соблюдение детьми правил дорожного движения, чтобы взрослые уделили этому особое внимание. Муфти также сделал акцент на учёбе детей в школе, чтобы они отличались высокими оценками как за интеллект, так и за хорошее поведение. Много происходят дорожные транспортные происшествия, особенно, когда велосипеды дают. Их надо максимально учить, вот это, соблюдать правила и перехода. И не только просто учить, и чтобы они привыкали к этому. И второе, например, они от других учеников отличались тем, что они утренний намаз посетили. Обязательно у них должны оценки отличаться от других учеников на один-два балла. Если могут получать пятёрки, да, хорошо. Если вдруг пятёрка не получается, чуть-чуть поздно уснул, или же чуть-чуть гулять захотелось и не успел урок учить, но четыре. Но не три. Три ни в коем случае вам нельзя, вам непростительно это. Когда утренний намаз вот так совершили вместе с имамом, все люди, предводители ислама вами довольны. И в этом случае, если или же поведение у вас будет в школе плохим, или же оценки будут такие слабые, неудовлетворительные, это, конечно, непростительно. Вот два вопроса у меня. Чтобы вы соблюдали порядок перехода улицы и на велосипеде, и тогда пешком идёте. И второе, чтобы оценка поведения, чтобы у вас было хорошим. Я за вас очень рад, очень хорошо. Джамату тоже от меня салам передайте. Организаторы завершили первый этап марафона, который назывался «Соверши утренний намаз с имамом». В качестве призов и подарков ребятам вручили дипломы участников, 30 велосипедов и много других призов. В настоящий момент запущен второй этап. В одном селе у нас в Султане Гюрте 214, 200 и более детей ходили и ходят на утренний намаз. Насчёт этого хадиса, кто совершит 40 намазов вместе с имамом Джаматия, не пропуская, этот человек получает две вещи. Это первое, он очищается от лицемерия, от нефака. И второе, Всевышний Аллах сохраняет его от ада. Вот мы, заботясь о будущем нашего села, о будущем наших братьев, мы решили именно с этого и начинать. Хамзанур Магомедов, Ислам Халиков, Алиас Хаб Магомедов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала.